Музыка 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 Отлично! Доброе утро, дорогие наши меломаны губернии! Вас сегодня приветствует музыкант Ефим Кузнецов и ведущий Саша Байдачная. Максим Полагнюк. И мы неспроста начали наше утро с этой легендарнейшей песни про фото Суммарина, потому что сегодня международный день кого? Все правильно. Битлз. Битлз, легендарная группа. И, конечно же, сегодня мы поговорим об этих величайших музыкантах, послушаем их песни, споем, ну и, конечно, расскажем вам какие-то интересные факты, известные и не очень. И вот вам первый факт. Немногие сегодня знакомы с историей рок-музыки и еще меньше знают такое выражение, как рок-н-ролл на костях. Дело в том, что музыку в те времена, во времена битломании, слушали на виниловых пластинках, а пиратские копии делали на материале, предназначенном для снимков рентгеновских. Собственно говоря, такие вот пластинки на костях и получались. То есть рок был в прямом смысле на костях. Для западных зарубежных музыкальных журналистов эта практика стала настоящим шоком. Но у нас была в порядке вещей. Поговаривают, кстати говоря, что вот рок на костях пошел именно с битлов. Ефим, а вы помните, когда вы впервые услышали Битлз, вообще на каком носителе? А откуда такая любовь к этой гитаре? Любовь большая от родителей. Я не помню возраста точно, но осознанно я к этому подошел в 1985 году. Это был август. И мы были с родителем в Волгограде в одном из магазинов. Я увидел гитару, не вот эту, конечно, а была другая. За 19 рублей 50 копеек я сказал, папа, я хочу вот эту гитару. Папа не мог отказать. И пока мы на теплоходе плыли, шли до Самары, я научился играть там в Саду-Левогородье на одной струне. И потом, когда мы пришли домой, я говорю, папа, поставь мне Битлз. Ну, я так, когда мне было 10 лет тогда, до этого времени я слышал, отец слухнул там музыку, мне что-то нравилось, и я осознанно спросил, «Поставь Битлз». И с тех пор... Какую песню тогда разучили, не помните? Первую свою песню Битлз-то. Первая песня Битлз была на трех аккордах в соль-мажоре. Это была любая, собственно говоря, песня. Но это была «All I've Got To Do», которую они исполняли ранние песни. Больше трех аккордов я не знал, поэтому, к сожалению, она звучала не очень. Удобно? Да. Но зато было удобно играть любую песню. Ефим, ну вы настоящий Битломан, или так? Ну, я считаю себя Битломаном. Даже рубашку, Ефим, смотрите, на самом деле... Рубашка эксклюзивная. Наверное, в России их немного, а в Самаре-то вообще, наверное, один-два экземпляра. Чуть позже выясним обязательно, откуда такая рубашка. Да, ну, у нас, конечно, вообще есть у нас самаре-битал-сострация с нашими бессменными братьями-сноклами. Вот это битломаны на уровне поклонения, так сказать. То есть это вот такое. Я, битломан, люблю петь, люблю слушать, люблю посещать эти ливерпульские святые места. Вот, ну, вот где-то в таком уровне битломании я... То есть вы любите рок-н-ролл, выслушаете рок-н-ролл. Ну, а Битлз — это букварь, это хрестоматия, вот этого всего, да. Я хочу сказать, что у Ефима прекрасный вкус, выглядит он замечательно. Вот о чем говорят наши музыкальные предпочтения, о многом. О том, что у человека хороший вкус. Ну, а как считают жители нашей губернии, мы сейчас узнаем из запроса. Можно найти такого человека, который по интересам, который такой же может слушать музыку. Согласна. Вот едут в машине, все у них там гремит, понятное дело, что это за человек. Слушают красивую музыку, понятно тоже. Конечно, видно по музыке, какой он любит, что за человек. Абсолютно верно. Потому что мы знаем, что значит рок-н-ролл с негритянского диалекта. Поэтому, если ты рок-н-ролл, не дай бог, что тяжелый, какой у меня там рок, то, соответственно, мы знаем, что это за человек. Я не согласен. Ну, люди меломаны, кого что качает, тот, кто и слушает. Нет, не согласен. Ну, я думаю, в какой-то степени да. Нет, наверное, нет. Думаю, что да. Я люблю молодежную и симфоническую, и, в общем, и очень брейки даже люблю, когда дети танцуют. Вообще, как можно сказать, какой человек, что какой. Вот музыка, например, грустная. Он что, должен быть грустным? Или музыка, там, браурная такая, марш. Он что, должен быть офицером советской армии? В январе 1962 года, в начале своего пути, группа «Битлз» проходила прослушивание на студии «Дека Рэкордс». Но им отказали, сказав, что группы с гитарой уже вышли из моды, а также, что у музыкантов, представляешь, Саш, не хватает таланта. И лейбл вместо этого выбрал другую группу, о которой теперь уже вообще никто не помнит. Это считается самой большой ошибкой в истории музыки 20 века. Ну, а самой большой ошибкой января является новогоднее обжорство. Да, да. И, по-моему, пора как раз-таки начать себя уже приводить в форму. И в этом нам поможет наш эксперт Юлия Чернова, чемпионка России по бодибилдингу. Доброе утро. Барабанная дробь. Доброе утро. Доброе утро, ребят. Вы такая красивая, хрупкая. Как вы стали чемпионкой? Это долгая история, на самом деле. Это очень долгий, тяжелый путь. Соответственно, это очень тяжелая работа, постоянная, регулярная, в которой обязательно нужна дисциплина. Чтобы себя самостоятельно привести к дисциплине и заставить себя все-таки начать заниматься, прийти в зал. Так называемый волшебный такой шажок туда. Пинок, я бы сказал. Как же делать этот шажок? Самое главное, себя замотивировать каким-то определенным сроком. То есть не нужно ставить эфемерные цели в плане того, что, ну вот где-то к лету я хочу похудеть. Да, это же у нас стабильное. Ну да, да. Нужно конкретное число, да? Да, нужно конкретная дата, например, за месяц, то есть лучше брать прям вот короткий срок, чтобы сразу видеть быстрый результат. Например, за месяц я хочу похудеть на 2 килограмма. То есть вы ставите конкретную цель, конкретный вес и его добиваетесь. Это ваш определенный шаг. Во-вторых, самое важное, что все ваши шажки на пути к цели должны быть очень удобными. Мы же любим, да, комфорт, чтобы, например, спортзал, который вы выбрали, должен быть рядом с работой. Не рядом, с домом. Потому что когда вы едете домой, уже уставшие после работы, естественно, легче зарулить домой, чем уже добраться в зал. А лучше всего брать с собой какого-то партнера. То есть если вы идете с другом, это в любом случае конкуренция. Да, это в любом случае вы втянетесь вдвоем в процесс. В любом случае будете смотреть на результат своего друга, да, и вдвоем будете друг друга мотивировать. Это идеальный вариант. Ну и, конечно же, понимать, что все-таки здоровое тело, это здоровый дух. И, естественно, это очень много энергии для того, чтобы нам работать, тянуться в ритм, войти в рабочий режим. Очень важно, чтобы нам хватало энергии. Например, сейчас в пасмурную погоду, да, солнца очень давно, по-моему, нету с такой погодой. И вставать по утрам очень тяжело. Поэтому спорт и занятия им однозначно приведут к подъему энергии, соответственно, к хорошему подъему, к хорошему настроению и к отличному рабочему дню, что будет, в принципе, тоже очень результативно. Есть какие-то ошибки, которые новички все, абсолютно все совершают? Самая большая ошибка – это… Выбор ленивого друга. Одна из, однозначно. То есть всегда, конечно, если вы хотите большего результата, да, все правильно, нужно брать более сильного соперника себе, чтобы конкуренция была сильнее. Ну и, во-вторых, это, естественно, когда вы приходите в зал, начинать самостоятельно заниматься. Во всех спортзалах абсолютно у каждого человека есть возможность пройти вводную тренировку, на которой тренер, то есть вы можете выбрать любого абсолютно тренера, и с ним пройти вводную тренировку, на которой он расскажет, как на данном тренажере нужно работать, какая правильная техника. То есть чтобы вы себя не травмировали, чтобы вы работали правильно, и, соответственно, если работаем правильно, то быстрее достигаем результата. Вот. Даже если, например, вы не хотите заниматься далее с тренером, то есть вводная тренировка абсолютно бесплатна для вас, это будет идеальный вариант. Ну и если хотите быстрее достичь чего-то, берите, конечно, тренера себя. Я думаю, что пора от слов переходить к делу, и сразу после небольшой паузы Юлия покажет нам как раз то упражнение, с которого можно прям начать заниматься дома, никуда не ходя, и оно подойдет всем новичкам. Это прям буквально будет прыжок в новую жизнь. Ну а для тех, кто уже убегает из дома и думает, что бы такое надеть, спортивная или неспортивная, прогноз погоды. В четверг в Самарской области прогнозируют слабую оттепель с аномальной температурой на 9 градусов выше климатической нормы. Днем будет в районе плюс 1 градуса. Синоптики обещают небольшие дожди. Ночью ожидается слабый мороз, минус 3, минус 8. На дорогах образуется тонкий слой льда. Ветер юго-западного направления может усилиться до 18 метров в секунду. На севере и западе в дневное время минус 3, минус 6. На востоке и юге плюс 1, минус 5. В Самаре днем 1 градус тепла, небольшой дождь. Ночью столбики термометра покажут минус 6. Атмосферное давление повышенное 766 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха почти 90%. Представляем знаменитую фотографию Мухаммеда Али и The Beatles. Она была сделана в ходе первого мирового турне Ливерпульской четверки. Тогда они встретились с 22-летним Кассиусом Клеем, который позднее стал известен в мире как Мухаммед Али. Клей посмотрел на Ленона и сказал одну из своих любимых фраз. Ты не так глуп, как кажешься, на что Ленон ответил. Зато ты как раз такой. Как вы поняли, со спортом у Битлз не задалось. Не сложилось. Но мы не будем совершать их ошибок, а вместе с нашей гостьей Юлией Черновой прямо сейчас приобщимся к здоровому образу жизни. И она покажет нам упражнение, с которого можно начинать, даже если вы, в принципе, никогда до этого ничем не занимались и решили все-таки встать на путь. Да, Макс, я на каблуках, я перекладываю на тебя. Хорошо, как всегда, отдаваться мне. Я вам расскажу как раз про очень интересный разряд в спорте. Есть такая система, как плеометрика. То есть это очень глубокие прыжки, ну, очень высокие прыжки из глубокого приседа. Это очень хорошо помогает нарастить как мышечную массу, так более сильную выносливость дает. Ну и вообще такой толчок, то есть он заряжает очень сильной у вас энергией, что вы делаете, делаете, делаете. Я готов. Попробуем. Так, бодрого, доброго утра. Так. Юлия Чернова и Максим Полагнюк. Главное, да, сесть поглубже. Сесть поглубже. Постараемся, насколько это возможно. Ноги на ширине плеч или шире? Нет, ставьте так, насколько вам комфортно. То есть у каждого ширина комфорт. Я думаю, что стоит пошире поставить. Ну, я, да. А вот уже некомфортно. Не ленись, не оклонивай. Уже сложновато. Макс, присаживаемся глубже, соответственно, из-за этого вы глубокое приседа выпрыгиваем как можно выше. Сколько таких прыжков нужно выполнять? Ну, пока вы можете. Тем больше, тем лучше. Стоять дыхание, на самом деле. А как правильно дышать? То есть надо выдыхать на прыжок. Ура! Наоборот, выдыхаете. Наоборот, то есть вы вдыхаете, когда выпрыгиваете. И, то есть мы вдыхаем, когда присаживаемся. Для того, чтобы комфортно сохранять ритм дыхания и ритмы сердца. Сердечко у меня... Макс обрывается. Ну, после праздников, соответственно, когда мы все очень много наели лишнего, сердечко очень тяжело воспринимает любые нагрузки. Поэтому стоит как-то себя, но все-таки тормозить на умеренное количество раз. А как часто нужно делать подобные упражнения? Каждый день? Вы можете его делать хоть три раза в день, в принципе. Отдыхайте, отдыхайте. То есть очень легко сделать это, например, утром вы проснулись, и для того, чтобы немножко взбодриться, да, там, умылись, грубо говоря, все привели себя в порядок, немножко сделать, ну, хотя бы там раз 15-20. И сделать это, ну, хотя бы пару подходов. То есть вы сделали минутку, отдохнули и еще раз сделали. Это взбодрит вас очень сильно, соответственно. Во-вторых, можно добавлять, то есть если мы прыгаем, да, то есть мы, например, выпрыгнули, да, и можно ноги туда отставлять. Можно, например, одну. Ну, то есть на это, в принципе, можно модернизировать его в любую сторону, абсолютно. Я думаю, что один из плюсов этого упражнения в том, что его почти невозможно сделать неправильно, да, то есть ты присел, прыгнул, все просто. Да, то есть у каждого глубокий присед, он, в принципе, подразумевает, что техника будет по-любому правильной, неважно, там, куда колени, куда там таз. То есть вы глубоко сели, высоко выпрыгнули. Все. Юль, спасибо огромное за вашу энергию. Да, за заряд позитива и бодрости. Прямо сейчас, я думаю, мы продолжим в нашей студии заниматься. Максим, я тебе доверяю. А зрителям предлагаем вернуться в музыкальное русло, потому что сегодня же день Битлз, а поможет настроиться на музыкальный лад наша рубрика «Грушинское утро». Пока земля еще вертится, пока еще ярок свет, «Господи, дай же ты каждому, Чего у него нет. Мудрому дай голову, Трусливому дай коня, Дай счастливому денег, И не забудь про меня, Пока земля еще вертится, Господи, Твоя власть, Дай рвущемуся к власти Навластвоваться в сласть. Дай передышку щедрому, Хоть ты с хода дня, Кайну дай раскаяния, И не забудь про меня. Я знаю, ты все умеешь, Я верую в мудрость твою, Как верит солдат убитый, Что он проживает в раю, Как верит каждое ухо Тихим речам твоим, Как веруем и мы сами, Не ведая, что творим. Господи, мой Боже, Зеленоглазый мой, Пока земля еще вертится, И это ей странно самой, Пока ей еще хватает Времени огня. Дай же ты всем понемногу, И не забудь про меня. Дай же ты всем понемногу, И не забудь про меня. Доброе утро, губерния! В эфире музыкальная рубрика «Как по нотам». И сегодня мы поиграем на диджериду. Диджериду – древнейший духовой, деревянный музыкальный инструмент аборигенов в Северной Австралии. Один из самых древних музыкальных инструментов на Земле. Интересно, что диджериду – это европейско-американское название. На Севере Австралии, где появился этот инструмент, его называют йодаки. Уникальность диджериду в том, что обычно он звучит на одной ноте, но при этом инструмент обладает очень большим диапазоном тембра. Сравниться с ним может только орган, человеческий голос и ворган. Играют на диджериду в технике непрерывного дыхания. Диджериду – это диджериду. Диджериду создает сама природа из куска ствола эвкалипта длиной 1-3 метра, сердцевина которого выедена термитами. Нужно лишь отыскать эти природные заготовки, и диджериду почти готов. После того, как подходящий ствол будет найден, его обрабатывают пчелином воском. Также диджериду изготавливают из бамбука, а варианты ацтеков и майя были сделаны из гигантского кактуса. С конца 20 века с диджериду экспериментируют многие западные музыканты, например, известнейшие джимми Раквай. У меня на этом все. Споемся и увидимся на следующей неделе. Продолжаем вспоминать историю легендарной группы Битлз вместе с нашим замечательным гостем, музыкантом Ефимом Кузнецовым. Доброе утро еще раз. Еще раз доброе утро. Первый альбом Битлз, Please, Please Me, был записан за 10 часов студийного времени. Сейчас при наличии мощной электроники и компьютеров на запись альбома уходят месяцы. Да и сами Битлз в 1966 году только на одну песню, Strawberry Fields Forever, потратили ровно 30 дней на запись. Представляете? Ефим, а вы свои песни записываете? И как этот процесс происходит у вас? Если записывать. Такие вещи существовали, да. Но, к сожалению, трудовые будни и забота ближних этих не позволяют сейчас этим заниматься. Но однажды мы записали с моей группой альбом. У нас длилось это с августа по декабрь. 2000 какого-то года уже, не помню. Вот. Довольно интересный процесс. Что за группа, расскажите? У меня была группа, я тогда еще проживал в городе Чапаевске. И группа называлась «Рельеф». Мы, кстати говоря, однажды попали, тогда была передача «Кураж» на съемки. Было интересно. И альбом записали порядка, по-моему, 13 песен. Где-то он у меня сохранился до сих пор. Ну, сам про себя-то, наверное, говорить немножко не скромно. Почему? Какой он хороший и замечательный. Но, тем не менее, там есть неплохие мелодии. И наверняка они были написаны под влиянием. Где-то можно его сейчас услышать? В интернете есть? Слышать в интернете только на моей страничке ВКонтакте. Там есть, по-моему, там он весь. А для кого чаще всего приходится исполнять песни «Битлз»? Свою музыку, может быть, какие-то концерты вы даете? Ну, вот, в «Самарской Битлз-стации» проводятся регулярно мероприятия, праздники «Битлз». Праздник «Битлз» у «Самарской Битлз-стации» не только 16 января, он ежемесячно практически происходит в баре Хьюстон. А ныне вышедший от нас Коля Васин, так у него был каждый календарь, где каждый день был праздник «Битлз». Так что это довольно-таки насыщенный календарь, 365 дней праздника. Домашний просит вас спеть, что ты из «Битлз». Дома? Дома, да. Дома, да. Ну, вот я пытаюсь немножко детям напевать, ел у «Самарин» в том числе. Ну, это пока еще для них, как и для меня до 10 лет было, так просто звуки, которые еще не привлекают и не ведут к каким-то действиям. Ну, вот в Хьюстоне проводится регулярно, как я уже упомянул. Кстати говоря, 30 января будет как раз очередная встреча. Да, это, как всегда, посвященная концерту «Битлз» на крыше, на Сау-Роу-3. В Лондоне такая есть улица, и там была студия, в которой они записывались. И вот на крыше этого здания они выступили в январе. Как много у нас битломанов? Как много членов ассоциаций? То есть, вот вы говорите, что почти каждый месяц что-то происходит. Ну, постоянно можно слушать и есть. Где, 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 где они? Где всех? Ну, в Самаре все, вот, кто-то даже приезжает из ближлежащих городов, деревень, например, из Йелховки, приезжает у нас человек регулярно. Сергей Решетов, вот он такой регулярный посетитель. Сколько? Ну, вот в баре Хьюстон порядка сотни человек регулярно собирается. Вот. А если говорить о количестве, наверное, это лучше спросить у братьев Сноповых, потому что в моем членском билете, по-моему, у меня там 24-й, что ли, порядковый номер. Я думаю, что хватит уже говорить про Битлз, пора петь их песни, и мы сделаем это обязательно через буквально пару минут. А сначала отправимся и отпразднуем юбилей нашего художественного музея вместе с Леной Шишкиной. Дом на Куйбышево-92, или тогда еще дворянской 108-110, был построен в 1891 году знаменитыми самарскими купцами Курлиными. Первоначально он был двухэтажным и сдавался в наем. Здесь торговали платьями, мебелью, в доме располагалась мастерская, контрольная палата, жили квартиранты. С 1912 года здание занял Волгокамский банк. Именно банк превратил дом в особняк небывалой для Самары роскоши в неоклассическом стиле. После революции здесь располагались различные госучреждения, проходили выставки, съезды. Здесь в 1927 году на одном из собраний выступал Владимир Маяковский. А потом, на долгие годы, вплоть до 1989, здесь расположился главный партийный орган города – Куйбышевский городской совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. Позднее переименованная в Горком КПСС. Но пришли новые времена, и невероятная энергия легендарного директора художественного музея Анетты Яковлевны Бас позволила музейной экспозиции расположиться в одном из красивейших зданий города. Во время перестройки передавали здания Горкомов, обхомов партии, передавали их художественному музею, учреждениям культуры. И вот Анетта Яковлевна сумела как-то его получить. Мы сюда приехали. Тут было очень еще все приспособлено под Горком партии комсомола. И надо было проводить определенный ремонт принципиальный и косметический. Все это было сделано очень быстро. Татьяна Петрова была одной из тех, кто участвовал в том великом переселении картин. Я помню вот этот зал, который наполнен был рядами стульев, и были сцены. На сцене стоял гипсовый Ленин, поколенное изображение. Вот. И помню, как как-то неудачно что-то случилось, и, короче, гипсовый Ленин разбили. Да, вот сейчас он был очень хорош. 26 декабря исполнилось ровно 30 лет с момента того самого переезда. За эти годы музей сроднился с новым зданием. Здесь экспонируется лучшая часть музейной коллекции. Русская и зарубежная живопись, авангард, коллекция искусства Востока. Сама вот эта вот вся стилистика, и этот модерн, и эта эклектика, и вот даже переходы, и эти этажи. И все. Вот, понимаете, мы уже настолько в этом во всем, как в какой-то старинном замке. Романтика такая. И мы ночью, вечером тут остаешься, все уходят, и ты тут идешь, и ты уже просто... Ну, у нас тут много чего было. Тут были трагические моменты, между прочим, в этом доме. Да, просто сейчас не вместо об этом говорить. Но факт тот, что, ну, были радостные. В общем, короче, этот дом, он нас... Мы на него... Это как бы взаимовлияние. Он сформировал нас, а мы с ним сделали нечто. Вот в новое состояние его. За 30 лет здесь прошли десятки выставок, значимых не только для города, но и для всей губернии. Планы у нас грандиозные. Мы ждем выставку нашего авангарда. Мы готовим такой очень амбициозный проект, уполномоченный Самарского хутемаса. Мы ждем приезд Третьяковской галереи с выставкой передвижники. У нас планы расписаны, на самом деле, практически до 25-го года. На памятном вечере собрались люди, много отдавшие музею, и те, кто всегда был рядом. Вспоминали светлые грустные страницы прошлого, строили планы на будущее. Елена Шишкина, Алексей Гриднев, Утро губернии. Прежде чем мы в Международный день Битлз споем какую-то их песню, которую нам сегодня подготовил наш гость Ефим Кузнецов, музыкант, он сначала расскажет о том, какая же у него любимая песня из их экстракта. Мы понимаем, что выбрать невозможно, но все, быть может быть, есть. Ну да, Максим, Саша, это действительно сложно, и я так думаю, наверное, любимая песня, она зависит от настроения твоего возраста, наверное, потому что там в юности моя любимая песня, там была Yesterday, там это, потом там Strawberry Feels Forever, да, Последнее время моя любимая песня стала I'm the Walrus. Настолько невероятная гармония, где песни только на мажорных аккордах. Это феномен Джона Леннона, потрясающие песни. И каждый какой-то временной жизненный период ты влюбляешься в ту или другую песню. На мой взгляд, это вот зависит, наверное, от своего внутреннего состояния, от настроения, как вы сказали. Нам не терпится. Ну что, мы споем? Что вы нам приготовили сегодня? Да, такая, не длинная, но песня о любви, тоже написанная Джона Ленноном, It's Only Love она и называется. Ура! Ура! I can't hide when I see you go by My, oh my, just a sign, my mind in night time files Butterfly, why am I so shine, when I'm beside you? It's only love and that is all What you feel the way I do It's only love and that is all But it's so hard Loving you, is it right when you and I should find Loving you, is it right when you and I should find Every night, just a sign, my mind, it's night time bright Very bright, very bright Very bright, have another right To make it up, girl It's only love and that is all What you feel the way I do It's only love and that is all But it's so hard Loving you, yes it's so hard Loving you, loving you Loving you, loving you, loving you Loving you, loving you Loving you, loving you Потому что невероятно позитивная сразу Столько энергии, столько позитивной энергии Как верно сказал Максим Спасибо вам большое Спасибо огромное Ну, кстати, был в истории Битлз, конечно, и грустный момент Это 10 апреля 1070 года, когда Пол Маккарт не объявил о уходе из группы Да И это практически трагедия для всех фанатов Битлз Согласен Но я думаю, что в календаре наверняка найдутся и более положительные события И именно о них расскажет наш календарь губернии В эфире новости губернии В студии Алена Власова Здравствуйте Президент России Владимир Путин выступил с ежегодным посланием к Федеральному собранию Глава государства обозначил ключевые направления развития страны Одна из главных тем – повышение уровня доходов населения и связанная с этим аспектом демографическая ситуация По инициативе президента Материнский капитал с 1 января 2020 года будет выплачиваться уже при рождении первенца И составит больше 460 тысяч рублей Предусмотрены и другие формы поддержки семей с детьми Теперь родители, чьи доходы не превышают двух прожиточных минимумов на человека Будут получать ежемесячные выплаты на первых и вторых детей Причем не до полутора лет, как прежде, а до трех А тем, у кого доход еще ниже, пособия станут положены до семи лет Еще одна важная тема, которая волнует население – здравоохранение С 1 июля стартует программа модернизации первичного звена По всей стране будут ремонтировать и оборудовать новой техникой Поликлиники, районные больницы, станции скорой помощи На решение этих задач выделено более 500 миллиардов рублей В этом году мы должны в полном объеме, как и предусмотрено в профильном национальном проекте Завершить развертывание сети фельдшерско-акушерских пунктов Но это не значит, что все проблемы с ФАПами решены Хочу подчеркнуть, смысл их работы не в том, чтобы выписывать справки и направления И сходу сопровождать людей, спроваживать людей в райцентр У специалистов на местах должна быть возможность оказывать реальную помощь людям Использовать современное оборудование и скоростной интернет Владимир Пустин акцентировал внимание Роль регионов в решении актуальных проблем крайне важна Вопросы демографии, вопросы здравоохранения – это те вопросы Те национальные проекты, которые граждане страны в Самарской области, во всяком случае, считают наиболее важными Конечно, по здравоохранению очень важное решение по модернизации первичного звена То, куда обращаются каждый человек И средства, дополнительно выделяемые на эти нужды, дадут колоссальный эффект по всей стране И в Самарской области здесь не исключение Мы в этом году многое сделали в рамках реализации нацпроектов Это и строительство новых ФАПов, и больницы, и поликлиник Это оборудование региональных и первичных сердечно-сосудистых центров Огромное внимание вопросам онкологии Послание президента показали в прямом эфире все федеральные телеканалы Телерадиокомпания «Губерния» вела трансляцию в Твиттере Также в городах и районах региона были организованы трансляции на разных площадках В том числе в виртуальных концертных залах, открытых в 2019 году в рамках нацпроекта «Культура» Главный программный документ страны продолжают обсуждать в регионах Тезисы, мнения и реакция уже на нашем сайте сова.инфо А пока к другим темам Передвижной комплекс службы спасения развернут на территории Волжского района Причина ухудшения погодных условий Дождь, переходящий в снег, туман и гололед А порывы ветра, по данным гидромедцентра, могут достигать 20 метров в секунду Мобильный пункт призвано помочь водителям, ставшим заложниками стихии на трассе Наготове у спасателей спецтехника и грузовые эвакуаторы для буксировки большегрузов, если потребуется Тут самый главный комплекс То, что выезжая на место, он цепляется за вездеход То есть при сложных погодных условиях самое главное – это добраться до места А внутри находится кухня и 8 спальных мест Поэтому это могут какое-то время переждать люди в случае низких температур Так и сами спасатели могут там находиться Мы, предполагая, что могут быть различные погодные условия впереди, мы решили подготовиться В Самарской области стартуется операция «Снегоход» В ее рамках проверят наличие регистрации техники, водительских прав, соответствующей категории и техосмотра Рейды проведет рабочая группа В ее составе представители гостехнадзора и подразделений ГИБДД Подобные проверки в регионе проводятся ежегодно В этом году они начнутся 17 января, а закончатся 17 февраля А у меня на этом пока все, всего доброго! Здравствуйте! Мы по вам уже соскучились Вот так музыкально мы сегодня... Мы без вас так долго мучились, так давайте же начнем эфир Максим проникся, проникся международным днем Битлз Вот именно так музыкально мы сегодня празднуем этот день этой легендарной группы Да, который принадлежит за всю историю очень много фактов и даже каких-то рекордов Начнем Битлз можно считать изобретателями видеоклипа Дело в том, что в самый плодотворный свой период, в 65-м году Музыкантам стало жаль времени уходящего на еженедельные телевизионные шоу С другой стороны, участие в них было неотъемлемой частью продвижения И поэтому Битлз стали записывать выступления в собственной студии И уже потом отправлять телекомпанию Разумеется, не бесплатно Ну ах, как хитро! Финальный аккорд песни A Day in the Life Леннон, Маккартни и еще 8 музыкантов исполнили на одном фортепиано в 10 рук Аккорд звучал 42 секунды Круто! А в песне All You Need is Love Впервые исполненной в качестве заключительной композиции первого в мире Всемирного телевизионного спутникового шоу Our World Звучат такты из песни Марсельеза Между прочим, Марсельеза некоторое время в 1917 году была неофициальным гимном России В 1967 году Битлз решили купить свой собственный остров Сбросились деньгами Купили прекрасный частный остров Греции, где хотели жить вместе Вдали от безумных фанатов Но, к сожалению, когда группа распалась, остров тоже продали Да, печально Мне вот интересно, можно ли сказать что-то о людях по их музыкальным предпочтениям? Например, по моим Лично мне с тобой все понятно А вот мнение жителей губернии я бы послушала Можно найти такого человека, который по интересам Который такой же может слушать музыку Согласна Вот едут в машине, все у них там гремит Понятное дело, что это за человек Слушает красивую музыку, понятно, конечно, видно по музыке, какой он любит, что за человек Абсолютно верно Потому что мы знаем, что значит рок-н-ролл негритянского диалекта Поэтому, если ты рок-н-ролл, не дай бог, еще тяжелый какой-нибудь там урок То, соответственно, мы знаем, что это за человек Я не согласен, ну люди меломаны, у кого что качает, тот, кто и слушает Нет, не согласен Ну, я думаю, в какой-то степени да Нет, наверное, нет Думаю, что да Я люблю молодежную и симфоническую И, в общем, очень брейк даже люблю, когда дети танцуют Вообще, как можно сказать, какой человек, что какой Вот музыка, например, грустная Он что, должен быть грустным? Или музыка там браурная такая, марш Он что, должен быть офицером Советской Армии? В Самаре существует Битлз Ассоциация Ее страничку можно найти на Фейсбуке Ее создатели руководят ей по сей день Это Сергей и Владимир Сноповы Которые, кстати говоря, путешествовали по местам Битлз в Лондоне И сделали классные фотографии оттуда, которые вы можете увидеть на своих экранах Это и знаменитый пешеходный переход с обложки одного из альбомов Это издание звукозаписывающей студии Би Роуд У которого оставлен автограф Самарской Ассоциации Да Гордимся Члены этой ассоциации сегодня у нас в гостях Это Кирилл и Дмитрий, музыканты Которые с нами Мы очень рады, когда к нам приходят музыканты И делятся с нами интересными тоже фактами своей жизни и жизни своих кумиров Ребята, скажите, что вы интересного знаете о Битлз такого? Вы наверняка прочитали за свою жизнь огромное количество информации Чего еще не знали? Посмотрели фильмы Да, зрители Есть ли что-то такое? В первую очередь, конечно, раз мы затронули тему фильмов То Битлз не только музыкой занимались, но и участвовали в пинематографе Да вы что? Как интересно Да, то есть существует несколько выдающихся фильмов Это Hard Day's Nights Вечер трудного дня Help Помогите Да, у нас Yellow Submarine Да, мультфильм Мультфильм «Желтая подводная лодка» Вот его я видел, его я видел И эти фильмы стали культовыми Они безумно смешные Magical Mystery Thor Да Волшебное таинственное путешествие И эти фильмы, они действительно полны юмора, различных острот Тонкого английского юмора В духе Монти Пайтона Ой Надо посмотреть На английском разговариваете? Да, конечно Yes, of course Yes, of course Расскажите, мы уже допрашивали одного из членов вашего клуба Сколько вас? Он сказал, что затрудняется ответить, потому что в его членском билете номер 24 стоит Какие у вас номера, если они есть? И нужно ли что-то особенное, чтобы вступить в ассоциацию Битлз? Мы внештатные сотрудники Битлз Ассоциации У нас нет какого-то документа, который удостоверяет наше членство в Битлз Ассоциации Но мы всегда душой с ними неразрывно Просто братья Снопы сказали, что вы в ассоциации И все Вы часть нас Да, нас посвятили Битлз Ассоциацию и все Как много таких же молодых, как вы, людей в Самаре увлекаются творчеством Битлз? Вот вы общаетесь, не общаетесь? Достаточно немного Сложно сказать, по разным оценкам Точную статистику невозможно достать Мы точно не знаем, кто еще плачет с концертов Битлз, сидя у себя в комнате Кроме нас То есть такое достаточно элитарное сообщество, да? Небольшое А как вы считаете, вот любовь к Битлз, она о чем-то говорит? О вкусе человека, может быть, его... Есть ли какие-то общие черты, присущие всем битломанам? Как говорил наш Дима один хороший друг Если ты слушаешь Битлз, то у тебя есть вкус Если ты не слушаешь Битлз, то у тебя нет вкуса Угу, так вот категорично Но это лично его позиция Это часть мировой истории Это невозможно не слушать Это достояние всего мира Но все-таки какие-то стили и направления есть, которые вас интересуют еще? Битлз совокупила в себе большую массу стилей И направлений Нас интересует совершенно разная музыка Не только Битлз, исключительно Очень много разнообразной музыки Всю и не перечислить Чуть позже, я думаю Есть мечта написать что-то в духе легендарное? Многократно было сделано То есть что-то уже есть и можно послушать на ваших встречах? Конечно Здорово! Да, я думаю, чуть позже мы продолжим разговаривать о вашем творчестве и о творчестве Битлз А пока прежде, в описании сюжет У животных и людей разные способы справиться с напряжением на старте Собаки поют, каюры нервничают В Рождество на спортивном комплексе «Чайка» двуногие гонщики уступили лыжню четвероногим Почти две сотни собак ездовых пород съехались со всей России Три, две, одна, старт! Хап-хап-хап! Вперед! Молодцы! Вперед! Для ездовых собак, привыкших к холоду, нынешняя зима выдалась аномально жаркой Из-за отсутствия снега во многих регионах Хвостатые спортсмены не смогли подготовиться к соревнованиям Московские, ленинградские, кировские гонщики Только в Самаре смогли услышать под ногами желанный хруст Скиджоринг, это на лыжах бегают 10 километров Мужчины и женщины Упряжки, 4 собаки В этом году, кстати, у нас не представлена упряжка из 6 собак Потому что собаки не готовы во многих регионах И участник, который заявлялся к нам Он потом снялся, говорит, ну смысла нет Один приезжаю, не с кем соревноваться Почти 200 собак разных пород Аляскинский маламут, сибирские хаски, самоедская лайка, бигли, гренландские ездовые Длина дистанции зависит от количества спортсменов в упряжке Трасса – одна из самых подготовленных и интересных в России Рождественские горки – это и есть череда затяжных подъемов и крутых спусков Опытные гонщики признаются На чемпионате мира их ждет более сложная трасса Там конкуренция очень высокая Там все чемпионы, скажем так, в своих странах участвуют И у них лучше спонсорская поддержка То есть обеспечение лучше, условия лучше Они могут себе позволить выезжать на тренировки в Альпы То есть те условия, где проходят соревнования Именно рождественские горки определяют Кто будет представлять Россию на чемпионате мира в Словакии Уже в феврале этого года После профессионалов ездового спорта На радость зрителям на старт вышли дети Каюры от 6 лет гоняли в упряжках из двух собак на дистанции 1 км Собакам не ездовых пород Также представилась возможность побороться за кубок И сладкую косточку в любительских заездах Настроение праздника для всех, кто приезжает на эти соревнования Потому что я думаю, что маленькое число бегает ради каких-то там медалей, результатов Остальное это все-таки проведение времени со своими пушистыми Они своим присутствием и образом жизни Меняют наш образ жизни человеческий Меняют наше расписание, меняют отношение к жизни, к людям, к окружающим, к природе и так далее Поэтому гонка это не просто про гонку А вообще про отношение человека с природой, с животными Марина Баркова, Владимир Терентьев, Утро губернии А в нашей студии вновь музыканты И как это здорово! Мы вам их представляем, Дмитрий Ковалев и Кирилл Флегинский Доброе утро! Здравствуйте! Сегодня празднуем вместе с ними Международный день Битлз Поем их песни Да, поем их песни И вот творчество этой группы Неотъемлемая часть жизни наших гостей Рассказывайте же, когда вы впервые услышали эту группу Как она на вас повлияла? Какая любовь С кого начать? Ну, про свои дачи тогда, или ты знаете Я услышал Битлз в возрасте 4 лет Сейчас мне 21 Услышал я их в возрасте 4 лет Мы с моим отцом ехали на дачу И он мне скинул на заднее сидение Плеер, говорит На, сынок, послушай Я включил плеер И услышал альбом «Револьвер» 1966 года В 4 года? В 4 года, да И мой детский мозг был абсолютно ошарашен тем, что такая музыка бывает А такая это какая? Психоделичная, удивительная, сложная, необычная Это была музыкальная революция настоящая Дмитрий, как у вас все происходило? Очень забавная история У меня все это произошло после знакомства с Кириллом Геннадьевичем В возрасте 11 лет, по-моему, 12 Мы с ним познакомились И я увидел маленького щупленького мальчика Который играл всего 2 песни на гитаре И пришел «Алзи, you back in you is a soul» И после этого я заболел этой группой Начал поштучно скачивать каждую песенку И заболел на всю жизнь походу Но казалось бы, вот вы современное поколение, да, битломанов Но ведь сейчас существует огромное количество и музыкантов, и направлений, и чего только нету Почему все-таки «Битлз»? Действительно, что такого оригинального в этой группе? Чем она цепляет именно вас? Наверное, это тот самый коллектив, который шагнул очень далеко Передив всех остальных музыкантов В своей многогранности музыки В своей честности, в своей экспериментальности какой-то музыкальной Музыка «Битлз» определила всю последующую музыку века В целом Повлияло на всю мировую музыку, культуру И нельзя не брать во счет то, что это самый успешный коллектив за всю историю музыки Вы сказали, что для вас это какая-то некая... Часть жизни Часть жизни, даже болезнь Я бы хотел услышать симптоматику То есть, как эта болезнь проявляется? Что вы делаете? Вот я смотрю, вы принесли журналы, коллекционируете журналы То есть, какие-то коллекции, может быть На родине «Битлз» побывали? К сожалению, пока что нет, но я думаю, все еще очень может быть А журналы, которые мы сегодня принесли Мы хотим такую небольшую рекламу сделать, потому что это удивительное нечто Это единственный в мире журнал Выпускаемый «Битлз» на русском языке И выпускается он у нас в Самаре, в Самарской «Битлз» ассоциации, которую основали братья Сноповы Сергей Владимир Давайте посмотреть Вот, пожалуйста Единственный в мире Да, на русском языке Они большие, молодцы Они, конечно, легендарные битломаны, которые не раз приходили к нам Вы знакомы? Вы в «Битлз» ассоциации? Конечно Мы не раз ее представляли на разных фестивалях городских Например, ежегодный фестиваль «Битлз Форевер», который проводится в сентябре А в этом журнале 2006 года даже я есть Вы можете посмотреть Вы сегодня без инструментов к нам пришли, но в необычном наряде Ну да, мне пришлось так рано проснуться Вот, просто... Ну и это часть, как бы, моих мыслей Вот Ребята, огромное вам спасибо за историю «Битлз», за то, что, не знаю, частичку своей болезни Заразили нас немного своей За то, что, да, за то, что вы сохраняете эту культуру и за то, что вам это интересно Спасибо огромное, у вас хороший вкус Мы скажем вам вот так вот Знаешь, я считаю, что сюжет Елены Шишкиной тоже в каком-то смысле творчество, может быть, даже музыка А о чем ее музыка? Иногда даже о библиотеке Ровно 160 лет назад Константин Карлович Грут, один из самарских губернаторов, открыл первую публичную библиотеку в Самаре Сегодня это настоящий научный центр, где 50 тысячам читателей в год доступны все традиционные и современные источники информации В свой юбилейный год библиотека презентует два новых проекта Несмотря на то, что все больше читателей пользуются услугами библиотеки дистанционно, большая часть все-таки предпочитают сюда приходить В этих стенах их ждет не просто книгохранилище, но настоящий клуб интеллектуального общения Библиотеки уверены, что людям придется по вкусу пространство открытого чтения Это самое уютное место в нашей библиотеке Это самое открытое место с видом на город, открытое пространство для того, чтобы читатели могли в комфортных условиях читать, погружаться в информационный мир Значит, что здесь нового? Теперь читателям не нужно ходить по отделам Вся новая литература, которая поступает в библиотеку, она размещается сначала здесь И вот в течение двух месяцев здесь эти книги находятся И читатель не должен заполнять требования, искать книгу, в электронный каталог обращаться Читатель может подойти, взять любую книгу, пролистать Здесь сосредоточены не только бумажные новинки, но и все электронные ресурсы, в том числе подписные, а также библиотека диссертаций Мы уверены, что это пространство будет излюбленным местом для того, чтобы здесь читатели находились Официальное открытие намечено на 27 февраля, но уже сейчас можно попасть на новую экскурсию по библиотечным закромам от папируса до цифры Второй новый проект библиотеки – это музейно-выставочный центр книжной культуры, где читателям рассказывают об истории книги Это рассказ о том, как появилась книга, какие были первые образцы книг, история рукописей, как развивалась книга, лучшие шедевры, образцы, оформления книг Здесь можно будет посмотреть сокровища наших фондов, кроме того, поучаствовать в мастер-классах, в творческих лабораториях Узнать историю книги, ее развитие, своими глазами увидеть новые технологии, которые позволяют оцифровывать старые здания, будет интересно читателям самых разных возрастов Здесь мы даже не придерживались строго хронологического порядка, хотели скорее показать технологию развития книги И как это все происходило от первых петроглифов, наскальных росписей, через рельефные иероглифы в Древнем Египте, записи на папирусах, на глиняных дощечках, письмо, которое называлось клинописью Видимо, где какой материал преобладал, такой материал использовались, в частности, вот на Руси писали на березе, вплоть до производства бумаги Нам очень самим нравится вот эта экскурсия, и у нас даже есть конкурс среди библиотекарей, кто будет проводить эти экскурсии Настолько мы хотим, и нам самим интересно рассказывать нашим читателям о книге Полностью проект завершится в мае, когда появится часть экспозиции, посвященная печатной и постпечатной книге Елена Шишкина, Тимур Набиев, Утро, Губерния На этом все, друзья, и пусть в ваших сердцах всегда звучит музыка Увидимся завтра, пока, хорошего настроения Пока Ты знаешь, Саш, я думаю, что Битлз были инопланетянами С чего это ты взял? Ну, я думаю, что их популярность, на самом деле, их музыка, это такой способ контроля разума над человеком, и они хотели захватить с помощью этого всю Землю Ох, Макс, я иногда думаю, что инопланетянин, это ты А что? Я думаю, я бы вписался в их четверочку Естрее Все, хватит, Битя, хватит, хватит Костюм ведущему предоставлен магазином мужской одежды Бастон Магазины Бастон – это достойный выбор каждого мужчины Вас приятно порадуют доступные цены, широкий выбор ассортимента, индивидуальный подход к каждому клиенту Безупречный крой и комфортный силуэт – вот основные отличительные особенности марки Бастон Магазины Бастон находятся в ТЦ Мегасити, ТЦ Аврора и ТК Амбар Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин